Сантехники Ну, я их обзывать не хочу Просто идиоты скажу Они все перепутали И мой телефон под соседним объявлением напечатали А там какой-то гад Такой, предлагай Тьфу Пишет, значит Ну, повторять стыдно, но все равно цитирую Окажу интимные услуги Женщинам любого возраста И мой телефон О, работку нашел, а? А я же ничего не знал Сидел дома, ужинал, пошли эти звонки Бесконечные Одна женщина звонит Когда вы можете прийти на предмет оказания ваших услуг? Я говорю, да хоть сейчас То есть что это вы на ночь глядите-то? Вот завтра у меня всего 7 вызовов Потом могу и к вам зайти Она говорит, а для чего вам после 7 вызовов нужны будете мне? Я говорю, не скажите Вы меня еще не знаете Я бывает за день клиентов 12 обслуживаю Завтра еще соседка попросила ее без очереди обслужить У нее там тоже что-то прорвало Обещал пол-литр поставить Она говорит, вы знаете, я ничего понять не могу Мало того, что хотите ко мне прийти после 7 вызовов Так что, и пьяный? Я говорю, в нашем деле без этого нельзя Ведь работаешь, что по большей части в сырости И физически тяжело бывает Ой, бывает 7 потов сойдет Пока фланец к патрубку не прилагит Она говорит, вы можете не выражаться? Я говорю А как еще скажешь? Говорю, фланец, он и в Африке фланец Не говоря уже про патрубок Она трубку повесила, странно, думаю, чудача какая-то Никогда патрубку в руках не держала, что ли Еще женщина звонит, спрашивает А как ваши услуги оплачиваются? Ну как, как? Дурацкий вопрос, я по-дурацки ответил Можешь, говорю, деньгами лучше натурой Она говорит, вы что, после этого еще натуре берете? А что, говорю, не взять? Конечно, услуга, услуги рознь Одно дело, скажем, муфту нарастить Другую прокладку поменять Третий отстойник прочистить Не могу я эту фигню читать А вы приготовьтесь, сейчас чума будет А бывает такая кропотливая работа Да еще в труднодоступном месте А она говорит, в каком-то таком труднодоступном? Известно, говорю, в каком? Когда сток над самым коленом расположен Или бывает еще с какой старухой полдня проводишься У нее уже раковина-то вся поржавела Снизу посмотришь, батюшки Я не знаю, как следующий вопрос читать Видно, туда уже лет сто никто не заглядывал Все мхом поросло Приходится заглушку ставить Она говорит, так вы что же еще и к старухам ходите? Я говорю, от них больше всего вызову поступай Кто-то и этот труп повесил Ну что, думаю, сегодня за сумасшедший дом такой Еще звонок, женщина спрашивает И где же вы в своей профессии обучались? Я говорю, где-где? В Караганде Вы зря время не теряйте Вы мне лучше скажите В каком именно месте у вас лопнуло Чтоб я мог понять Какой с собой инструмент захватить? Она говорит, а он что, у вас не один, что ли? Я говорю, что я мальчик С одним инструментом ходить У меня для каждой услуги свой инструмент Ну, разного, так сказать, калибра Она говорит, вот это сервис И что же, у вас все калибры есть? Я говорю, у меня нет Так я Петровича подсобить проведу Ему все равно на пенсии делать нечего Тут и эту трубку вешает И вдруг Мне эта газета на глаза попадает Мать моя Это о чем же она думала? Когда мы с ней инструмент обсуждали Я понял, профессию надо менять Потому что по моей сантехнической части Вызовов поступает гораздо меньше Гораздо Спасибо за внимание Продолжение следует...